Явно разыгрываем партию. Их ход это заявление ПСАКИ Освободите всех, кого задержали во время беспорядков неделю назад При том, что мы свой ход во время американских беспорядков делать не стали Объявив, что они сами разберутся по закону То, что Белый дом делает ход сейчас, МИД называет прямым вмешательством в наши дела Хорошо, наш ответный ход сейчас делает МИД Выражая протест представителю американского посольства Из-за того, что на сайте депрессии заранее была опубликована карта беспорядков Посол объяснил это заботой об американских гражданах Ход предсказуемый, как и заявление Действия властей нарушают права российских граждан на воле изъявления и свободу слова Даже не будем напоминать о таком же праве американских граждан Хотя само обсуждение даже темы недопуска консервативных СМИ на брифинге Белого дома Уже выглядит для нас довольно странно И снова повторим, это их дело, кого куда пускать У них своя конституция и свои суды Хотя странно именно сейчас все это слушать И проследите логику, да, у нас есть проблемы и их немало Да, государство пытается сейчас выработать правила игры, понятные всем Особенно, когда легче жить из-за ковида не становится Да, у нас люди вышли на улицы на прошлой неделе И те, кто их на улицы позвал, объясняли Это не столько за поддержку Навального, сколько ради прекрасной России будущего Серьезно? Именно в этом, кажется, и кроется обманный ход Игры, в которую пытаются всех втянуть Ведь выводили тех, кто предыдущих партий не помнит Кто, вероятно, не выслушал, как объясняли, в чем в финале игры столкнулись родители И родители родителей Когда честно выходили с очень похожими желаниями Поверив очень похожим людям и в очень похожие лозунги Да, основания, а затем Да, нельзя сравнивать сегодняшнюю жизнь, ее уровень, ее правила с прошлым Нужно показывать будущее И нужно это будущее делать сейчас Но сегодня снова людей позвали на улицы То есть попытались превратить то, что называют гуляниями, в новое правило И обязанность власти сделать так, чтобы это правилом не стало Даже не потому, что это не санкционировано Что зовущие на улице даже не попытались подать заявки на митинги Как это положено по закону Притом, что сейчас массовые акции по всему миру запрещены из-за пандемии Нет, власть сейчас должна ответить тем, кто приучает, в том числе подростков Нарушать законы, пытаясь это нарушение превратить в правила игры И одновременно власть обязана четко продемонстрировать желание и возможность диалога Алим Юсупов пытался разобраться, как это сделать Ведь именно сейчас мы все проходим проверку на готовность к этому диалогу Правила которого прописаны в законах, точно так же, как и во всем мире Звезды репортажей прошлой недели на этой давали интервью, но уже в полиции За что задержан, понимаешь? Нет, понимаю За что? За сопротивление сотруднику полиции Вину признаешь? Признаю Сайд Мухаммад Джумаева задержали в Псковской области, куда он сбежал сразу после акции 23 января При нем были деньги, еда и два компаса Двигался он в сторону латвийской границы Он пока так и не объяснил, зачем устроил драку с ОМОНом Но другие участники акции говорят примерно одно и то же Заразились атмосферой агрессии Например, эта девушка родом с Украины Нападавшая на полицию и раздобывшая в ходе беспорядков резиновую дубинку Под влиянием всеобщих агрессивных настроений Приняла участие в драке против сотрудника полиции О чем я сожалею и безусловно прошу прощения Еще один протестующий, москвич Михаил Саламин, оказавшийся в этот день в Калининграде, говорит, что был просто пьян Пряжу перед семьями, перед военнослужащими, перед полицейскими свои извинения Потому что это было все сказано в пьяную, скажем так, морду Одним из первых предстал перед судом и участник драки, попавший на эти кадры За атаку на полицейского Тимуру Салихову грозит до пяти лет, а пока он задержан на 30 суток Всего задержано несколько сотен участников беспорядков и подозреваемых в нападениях на сотрудников правоохранительных органов Включая этого человека из еще одного известного видео А этот молодой человек Константин Лакеев во время субботних акций в кадр попасть не стремился Но его все же опознали по яркой куртке Выяснилось, что это звезда молодежной соцсети ТикТок Он был одним из участников атаки на автомобиль с мигалкой в центре Москвы Я начал откидывать ее снегом и несколько раз подумал, чему я очень рассказывал и сражу и прошу прощения у всех, кто с этим связан У 17-летнего Кости Киевского, под этим именем он известен в интернете, более 800 тысяч подписчиков Его задержали в Подмосковье в так называемом ТикТок-доме Это что-то вроде общежития блогеров Тут они живут, записывают ролики, преимущественно юмористические Я нашел опасного преступника! Где? Вот он! У него есть ствол! Скорее всего, большинство молодых, в том числе несовершеннолетних людей, действительно воспринимали участие в несанкционированных акциях, как увлекательное продолжение своих развлекательных видео Они позировали на фоне ОМОНа Танцы в трусиках, в трусиках, в трусиках А некоторые продолжали веселиться, даже оказавшись в автозаке Я сяду в машину, поеду в нас Но не все шутки заканчиваются так же смешно, как начинаются Константина Лакеева, например, суд постановил задержать на два месяца А за хулиганство и порчу имущества ему грозит как минимум штраф и принудительные работы А то и два года решения свободы Но наказание для тех, кто, по мнению правоохранительных органов, вовлекал подростков в несанкционированные акции, явно будет строже Одному из соратников Алексея Навального, Леониду Волкову, предъявили именно такое обвинение Заочно, поскольку Волков уже давно находится за границей Сам он, впрочем, похоже, не видит в этом проблемы Якобы команда Навального вовлекает несовершеннолетних в протестную активность Ну как бы, а что такого? То есть есть интернет, есть люди, которые вычитают, люди, которые неравнодушны Интернет, а точнее соцсети, особенно те, которые популярны у подростков И сами попали под пристальное внимание правоохранительных и надзирающих органов Роскомнадзор выписал несколько предписаний об удалении публикаций С призывами принять участие в несанкционированных акциях Но далеко не все интернет-площадки выполняют эти требования Неужели вы и вправду не понимаете, почему молодежь уходит на митинг? Не из-за абстрактной России и светлого будущего Молодежь сегодня живет одним днем А из-за тупорылых законов, которые запрещают что-либо делать Ну вот, например, из последнего Нельзя тайно переписываться в соцсетях Пользоваться зарубежными соцсетями для подростков А замещать молодым рекламу на кабельных каналах Вот канал, ну при чем здесь последний? Но запрещено, да Это все одни из немногих Из более трехсот запрещающих репрессивных законов для нашей молодежи Которая приняла Госдума Это самая Госдура РФ В весенней сессии и еще того Коронавирусного 2020 года А вы потом удивляетесь, почему подростки выходят на митинги А сколько репрессивных законов будет принято в 2021 году Даже не считать Поэтому молодежь и выходит на протест А я, Леонид Волков, начинаю итоги недели на НТВ Ибо молодые с нами И против вас пропагандистов Так Сейчас мы перейдем К первой теме Курс доллара поднялся выше 76 рублей Впервые с 1 декабря Но я больше слежу за курсом евро Просто потому, что он дороже доллара в России У него больше шансов подняться до исторической отметки в 100 рублей за валюту Я все жду, когда это же произойдет На 91 рубль за 1 евро и 77 рублей за 1 доллар Это уже тоже неплохо Неплохо для экономики западных стран А для российской экономики это полный крах и деградация Ведь все деньги нашей экономики уходят, как мы выяснили, на дворец Путина И это прискорбно Я напоминаю, почему так важно следить за курсом валют Чем выше евро-доллар, тем выше цены в магазинах на все Даже на хлеб А тут пара евро-доллар достигла вновь исторического и истерического максимума А значит цены поползут вверх Да почему же евро-доллар растет? А все ждут новых крайне эффективных санкций против России К тому же дешевеет нефть Беда российской экономики Ну в общем создаются все предпосылки к тому, что Людей, выходящих митинговать на улицах Становится все больше и больше Не скрою, я тоже жду санкций за Навального Вот из недавнего посадили его брата И его жену Юлю Но неужели российские власти не понимают, что тем строже они будут закручивать репрессивные гайки внутри страны Тем больше будет санкций И тем меньше у народу будет прибыли Которая, к слову, совсем уже не осталась с 2014 года Санкции, над которыми смеялись пропагандисты Теперь будут еще более жестче и более эффективнее И, конечно, всяким там соловьям, зененовым и прочим будет явно не до смеха Ладно, оставим покой пропагандистов и митингующих Сам Центробанк подставился под крах рубля Недаром председателя Центробанка в народе зовут не Набиулина, а Наебулина Потому что она постоянно наебулит свой народ на деньги А властям, конечно, важнее собираем деньги на дворец И дворцы своего монарха Владимира КГБшного солнышка И других его одноклассников или родственников Чем, конечно, вкладывать в экономику Это все Навальный показал в своем ролике Еще со времен кризиса 2008 года Было принято решение не развивать российскую экономику Не вкладывать деньги в научные предприятия А пихать все деньги на дворец Вот и результат Какой результат? Результат вы видите на своих экранах Доллар 76 рублей Евро 91 Евросоюз недвухсмысленно дал понять России Что будут введены новые ограничительные меры Если Алексею Навальному присудят реальный срок Как показала практика, реальный срок присудили Ждем жесткий ответ Евросоюза по отношению к Москве Это, конечно, будет подталкивать людей На, как я ее называю, январскую революцию Потому что события начались в январе А уже февраль Значит, что? Правильно, февральская революция На фоне этого, чтобы избежать крови в нашей стране Разумно было бы как-то договориться с Европарламентом, Евросоюзом Но нет, Медроссия отклонил предложение Евросоюза О дальнейшем сотрудничестве с Россией И цены поползли резко вверх Все поползло резко вверх, кроме зарплат и пенсий Они обесцениваются С чем я вас, россияне, и поздравляю Но мы переходим к другой теме Пока мы спорили, кто за Путина, кто за Навального Смотрели, что там учудит Зеленский Пентагон не сидел, сложа руки Его бойцы, бойцы армии США Нагло стырили российский комплекс «Панцирь-С-1» Они его разберут до винтика И узнают все его самые слабые места С тем, разумеется, чтобы прорывать нашу Противоракетную и противовоздушную оборону На базах Хмеймим и Латахия в Сирии Российские военные теперь под серьезной угрозой От Соединенных Штатов Америки Американцам осталось только заполучить С-300 или С-400 И они найдут ключ к системе ПРО и ПВО Не только на российских базах в Сирии Но и непосредственно на самой территории нашей страны Например, в Крыму Когда украинские вооруженные силы будут прорывать линию обороны Российской армии в Донбассе, например Конечно, нам заявляют, что экспортный вариант Намного слабее, чем те панциры, которые стоят На вооружении в воинских боевых частях внутри России Но так ли это? Пока еще никто не проверял И вот американцы проверят, я уверен, на прочность Наши системы ПВО Ведь теперь у них есть наше оружие Панцирь С-1 Вам, конечно, интересно А как был похищен наш боевой ракетный комплекс? Эта сверхсекретная миссия состоялась в июне 2020 года Некий неопознанный, незаметный транспортный самолет Приземлился низенько-низенько В аэропорту Зувра Такой вот африканский аэропорт Есть Где-то под... Он расположен где-то под Ливией В него загрузили наш Панцирь С-1 И вывезли в Германию на авиабазу США Рамштайн Комплекс был похищен Скорее всего, у полевого генерала Халифа Хафтера и его бойцов Россия ему эти комплексы начала поставлять после договоренностей Шойгу Помните, да, эту историю? Когда наш единственный авианосец, адмирал Кузнецов Коптил небо Европы, чтобы причалить к берегам Ливии И когда не с первой попытки, но все же это удалось То на борт авианосца поднялся как раз таки Хафтер Где его уже ждал Шойгу Вот видно, они и договаривались о поставках оружия и этих панцирей в Ливию А о чем же еще договариваются полевому генералу из Африки И российскому министру обороны? Ну, не о рыбалке же У Путина же навязчивая идея Гадить американцам где угодно И не важно, сколько стоит эта российская экономика Я вот напоминаю, 76 рублей за 1 доллар Тем более, что здесь Вроде бы российская экономика получала барыши от Хафтера Но какие мы не знаем Ибо это откаты и взятки на сотни миллиардов долларов И вообще я не факт, что Хафтер как-то за эти комплексы заплатил Дворец Путина с этим меркнет По сравнению с поставками оружия в Ливию Хафтера Вполне возможно, что наши продажные крысы из Генштаба Взяли да и поставили Хафтеру не экспортный вариант Бука А самый что ни на есть боевой вариант Тогда, помните, армия Хафтера наращивала силу И готова была триумфально ворваться в ливийскую столицу Триполи Но не тут-то было Была разработана и успешно выполнена спецоперация ЦРУ АНБ и Дельта Форс Министерства обороны По захвату и нейтрализации российского оружия в Ливии Генерал Хафтер Которому в руки передавали передовую российскую технику Бой за Триполи в итоге проиграл А наши спецслужбы вновь остались с носом Так что поговорка Ливия и этого Амнисирия Обернули до сей раз против России На базу Рамштайн Панцер С1 доставили в сломном виде А значит был какой-то бой Возможно между американским спецназом и российским И наш проиграл И из этой новости мы узнаем Что Россия как бы не отмекивались Но воюет еще и в Ливии Причем воюет-то безуспешно Раз ее комплекс стырили Российское оружие походу перестает быть эффективным Раз его похищают Или уничтожают Раз его похищают в Ливии Или уничтожают в Сирии И израильские ВВС И это я все про Панцер А наши генералы сплошь одни комики Хотя может быть и комики Заявляют, что в одном случае Виновата кривизна земли А в другом случае Расчет Панциря просто Обедать пошел Ха-ха-ха-ха-ха И в это время у расчета Панциря Панцирь-то и похитили Ха-ха-ха-ха-ха Один Панцирь между прочим Стоит 20 миллионов долларов И это деньги Украденные Путиным и Шойгу Из пенсионного фонда И перетисленные в фонд Покажем всему миру Кузькину мать имени Хрущева Ну что, показали, да? Просачивается информация Ко мне прям в голову Что Панцирь-то Малоэффективный Вот Малоэффективное это оружие Которое вы сейчас видите на своих экранах Вот Например При обстреле Дамаска 24 февраля 2020 года Но один российский хваленый Панцирь Не сработал Так что делайте выводы, господа И покупайте Американские комплексы Патриот А не Панцирь Ну я Самарец Наглый самарец Поэтому не мог пройти мимо Сквозь этой новости Число погибших в ДТП под Самарой Выросло до 12 человек Жертв может быть Еще больше Так как 11 человек Находится В реанимации Авария Произошла вечером 29 января На 873-м километре Московского шоссе Точнее Трасси М5 Урал В Сызранском районе Грузовик Даф Допустил Занос И не справился С управлением Водитель Дафа Выехал на Австричную полосу Где столкнулся С микроавтобусом Ситроен Который Выполнял Рейс Из Сызрани В Ульяновскую область Выбуждено Уголовное дело По факту Нарушения Правил ПДД И эксплуатации Транспортных средств Хотя Посадить надо было Самого губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Во-первых Его администрация Довольно плохо Чистит дороги Не посыпая Агентами Не то что Где-то там На периферии области Но даже И в центре В самой Самаре К тому же Команда Азарова Хвасталась Своим проектом Безопасные И качественные Дороги в области Ну что Дмитрий Игоревич Дохвастались Да До 12 трупов Газели Около Сызрани В данной ситуации На том участке трассы Должна Нет Обязана быть Разделительная полоса Которая спасает От лобовых Столкновений Но ее Не было От слова Совсем Отдельная тема Конечно же Это Газели Да Сейчас Газели Это не Газели А Всякие там Форды Хюндайки И Прочие Членовозки Субстанция Общественного Транспорта Коричневого Цвета Самарская Власть Почему-то вместо Больших Комфортабельных Ну и самое главное Да Безопасных Автобусов Сокупает В основном Микроавтобусы Плюс К этому Сокращает Количество Выходов В рейс В сутки Ну например В некоторых Теремьях Самарской области Автобус ходит Раз в 6 часов Да Только два раза в день Утром И вечером И больше Автобусов Гет И не важно Как он Называется Там Ситроен Или еще Как-то В результате Происходит Самая обычная Давка На То есть Это самое Нет Нормальных Больших Автобусов Большой вместимости А интервал Сокращается В итоге Люди Понапихаются В газы Так что Мама родная Вот Касательно Самарской Области Раньше На Междугородных Маршрутах В пределах Области Ну и За пределами Тоже Ходили Шикарные Комфортабельные Икарусы Завет Икарус Чтобы вы знали Есть И до сих пор И до сих пор Они производят Автобусы И вместо Того Чтобы закупать Новые Классные Автобусы Мне не нравится Икарус Венгер Ну так Сокупайте Не фазы У Камаза Нет Закупают Микроавтобусы Специально Чтобы люди В них Давились Давились Команда Азарова Фигачит Эти самые Дукати Микроавтобусы В которых Естественно Заполняется Толпа Народу Что приводит В том числе И к ДТП В самарских Автобусах Невозможно Кстати Соблюдать Например Социальную Дистанцию Потому что У нас Нет Нормальных Автобусов Для Международных Перевозок Туда Почему-то Отправляют Газели Что Касательно Самого города Самары Здесь ситуация Отстает Еще Куже Чем В области Что бы ни Быть Голословом Скажу Они Недавно Недавно Прокуратура Возбудила Дело Против Транспортной Компании Самара Автогаз За то Что ее Водители Не соблюдают ПДД А я А Самара Автогаз Это самый Крупнейший Перевозчик В области А раз Она Не соблюдает Правила ПДД То и другие Тоже Не соблюдают ПДД Вот И приводит К этому Печальному Печальному Результату Как Смертельное ДТП С кучей Жертв К тому же Этот самый Губернатор Азаров В департаменте Транспорта Наладил Хитрожопушную Схему Формально Перевозками У нас В области Занимаются Частные Транспортные Компании Ну Казалось бы Нормально Не при Коммунистах Живем Но Вы будете Смеяться Частным Транспортным Компаниям Свои же Якобы Автобусы Не принадлежат Да Они Принадлежат Области Ну или Городу Неважно Это Безусловно Коррупционная Схема Позволяет Начхать На Качественные Перевозки В общественном Транспорте Как в Самаре Так и В области Что В конечном Итоге И приводит К таким Жертвам Что Оказательно Непосредственно Самого ДТП Автобус Маршрут Номер 137 Толерий Жигулевск Водитель Этого Маршрута Постоянно Нарушал ДТП И Гнался На огромной Скорости По встречке Никакого Противодействия Со стороны ДПС ГИБДД Нет И не было Этому Водителю За нарушение ПДД До этого Случа Сейчас Дело Об убийстве 12 человек В маршрутке По ДТП Расследует Центральный Аппарат Следственного Комитета России И не Мудрено Ведь По вине Министерства Транспорта Самарской Области И других Ответственных Лиц В Самаре Погибли Люди Вот их Список Менгазова А 1968 Года Рождения Тагиев А 1979 Года Рождения Сорокина Е 1978 Года Рождения Буквалов С 1972 Года Рождения Шебашов А 1997 Года Рождения Семьянов В 1970 Года Рождения Самохин С 1984 Года Рождения И Ильин И С Неизвестной Датой Года Рождения Так Что Что тут Можно Еще Сказать Соболезния Родственникам Тех Людей Которые Погибли В Баршрутке Пусть Примут Мои Соболезния И Знают Что Их Убила Самарская Власть И Министерство Транспорта А не Какой-то Там Водитель Грузовика Можно Даже Сказать Лишь Что Грохту Азаров В какой-то Мере Потому Что Не Закупают Автобусы Большой Вместимости Да Все Просто К Следующей Теме Фонд По Борьбе С Коррупцией Призвал Байдена Вести Персональные Санкции Против Российских Горе Политиков И Ряда Других Россия Все Все Теперь Путину Не Отмыться За него Капитально Взялись Конечно Нужны Новые Санкции Чтобы Россияне Взвылить Чтобы У них Остался Один Хлеб И Купить Они Могли Только Одну Воду Конечно ФБК Настаивает На Персональных Санкциях Но Мы Прекрасно Понимаем Что Если Они Будут Ведены То Пострадает Не Путин И Не его Близкие Дружки И Родственники Обычные Граждане Либо Вот Санкции И От Ответных Контр Санкций В основном Страдает Наш Народ А не Западные Элиты Но Список Список Новых Санкций Пока Стоит Из 35 Человек 8 Из Них Относятся К Приближенному Кругу Путина К тому Жесть Семь Из Них Уже Находятся Под Американскими Санкциями Например Абрамович Или Министр Здравоохранения Мурашка ФБК Подчеркивает Что США Фонд По борьбе С коррупцией Что США Самая Могущественная Страна Мира Что Должно Быть Обидно Российским Пропагандистам И сторонникам Путинизма Путинского Мурла Если Не выразиться Еще Жестче Но Так И Есть Действительно Сейчас Америка Самая Могущественная Страна Мира Сегодня И Вчера И Поэтому Она Как Лидер Всех Стран Разумеется По мнению ФБК Должна Применять И Применять Наказания Против Лиц Причастных Коррупции Но Россия И Строго Их Наказывать По Американскому Праву В Американском Суде Как Подчеркивает Приседатель ФБК Представитель ФБК Что Фонд Не Не Планировал Публиковать Списки До тех пор Пока На каждого Коррупционера Не составит Досье Но Подлая Российская Власть Арестовала Основателя ФБК Навального И теперь В ответ ФБК Будет Публиковать Списки Всех Самых Злостных Нарушителей Закона Которые Являются Дружками Путина В сети Интернет И отправлять Их В Минюст США С требованием Наказать По Экстерриториальному Американскому Праву Помимо Абрамовича Самые Злостные Коррупционеры По версии ФБК Это Конечно Дмитрий Песков Который На Взятки И откаты Полирует Свои усы Это Элла Панфилова Которого По Кеновам Свобода И Демократии Не допускают Всех Желающих На Выборы Ну И Далее По Мелочи Миллер Из Газпрома Того Самого Газпрома Который При Капитализации Газпрома При том Что там Больше Людей Работает Скатился Там Даже Не на Пятое На Десятое Место Это Внутри Страны По Уровню Выручки Другие Газовые Компании Гораздо Которые Мельче Типа Новотека Уже Давно Обошли Газпром Вот как Миллер Эффективно Уходит Газпром Миллер Одним Словом Сечин Из Роснефти Токонов Дерипаска Тимченко И т.д. Всех Накажут Американцы Всех Подводят Под статью Раз уж Наша Продажная ФСБ Не может Ими Заняться Все Эти Персонажи Являются Врагами Глубинного Населения России И конечно Надо Их Лишить Гражданство Российской Федерации Тут Знакомые Все Лица Тут Сплошь Под санкциями Знакомые Вселиться Но Все Таки Есть Один Новый Это Мурашка Это Гоня Доктор Вопреки Клятв Гиппократа Всячески Прекрасывал Лечению Навального И транспортировке Его В клинику Берлина Одним Словом Он Упырь Из Минздрава Коррупция Это Рак Нашего Общества А Мурашка Как Врач Не Может Вылечить Сам Себя Так И Наше Государство Не Может Справиться С Коррупцией Поэтому Нужен Кто-то Извне Из Забугра Например Соединенные Штаты Америки И ФБК Призывает Их Помочь В очищении России От Коррупции Делать Это Для того Чтобы Наши Госорганы Не Дрались С Прочистующими За яхты Господ России А Семь Чтобы Все Расследовать Морально Максимально Объективно И Неподкупно Вот Действительно Пусть Коррупционеры Из России Вот Действительно Пусть Коррупционерами Из России Займутся Тамошние ФБР Конечно Надо Отбирать Все Зарубежные Имущества Российских Олигархов Которые Построили Своё Состояние На взятках И откатов И пропагандистов Вот О чём Просит ФБК США Ну что ж Байден Придёт И порядок Внутри России Наведёт 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 Даже Будьте В этом Уверены Ну а Пока Он Конечно Ж Занимается Украиной Там Надо Навести Сначала Порядок А потом Уже В России К Следующей Теме Медведев Оценил Возможность Отключения России От Глобальной Сети На Анатолиевич На Анатолиевич Так Ну Значит В статье Лента.ру В основном Делается Аукцент На Возможном Отключении России От Сфифта Но Медведев Не говорил Именно Про Сфифт Имелось Ввиду Вся Глобальная Сеть Или По Другому Интернет Акцент В речи Медведева В основном Направлен На То Что Россию Могут Отключить От Интернета И Поэтому Надо Создавать Свою Сеть Так Как Россия Не И 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 Слама Этой Сети Вроде Звучит Разумно Если Медведев Вот На Этому Остановился Остановил Свою Речь Можно Было С Ним И Согласиться Но Красивые Речи Про Провокации Против Детей Или Еще Кого Нибудь В Американских Соцсетей Это Все Для Обывателя На самом деле Медведев Четко Предупреждает Что Если И Дальше Молодежь Будет Выходить На Митинги То Им Не Только Им Но И Всем Гражданам Российской Федерации Мы Мы Власть Отрубим Интернет Даже У Нас Есть Под Это Дело Закон К тому же Предупреждает Медведев У нас То Есть У ФСБ МВД Есть Уже Технические Возможности По Подавлению Сети Интернет В Любом Виде В виде Моденов Роутеров Мобильного Интернет На Телефоне 5G Ван Веба Илона Маска И прочих Сетей Причем Подавление Сети Не где-то Будет Локально А по Всей Стране Как это Было В Советском Союзе Когда Глушили Зарубежные Радиостанции Причем Обратите Внимание На Контекст Этой Речи Медведева Она Происходит У Медведева Не до Не после А сразу После Ширкомасштабных Митингов Протестов Их Успешной Координации Как раз Сети Интернет Ну и сразу После Выхода Ролика Навального Про дворец Путина И после Того Как В один Только День Его Посмотрели 100 Миллионов Человек И конечно Как Самому Активному Пользователю Сети Интернет Путинская Шайка Доверила Медведеву Озвучить Одну Простую Мысль В массы Допрыгались Интернета Скоро У вас Не будет Мы Вам Все Заблокируем Поэтому Сидите Тихо И не шастайте На протест Ибо У нас Для блокировки Интернета Все уже Готово Конечно Вам будет Происходить Кривовато Как С Мессенджером Телеграм Павла Дурова Но Все Рано Или Поздно Это Доставит Массу Неудобств Самым Обычным Пользователем Соцсети Которая Даже Политикой Не интересовалась Какая-то там Мадам Скачивала Кулинарные Рецепты Западных Станов Все Не будет Этого Не будет Если протест Не успокоится Вот о чем Говорил Медведев Ну и кстати Говоря После его Скандальной Отставки С правительства Медведев Замолк Замолк А сейчас Друг выступил Это Ж Не спроста Ну И чтобы Это не звучало В формулировочке Отрубим вам Интернет Холопы Медведев Добавил Ну мы Будем Развивать Свой Суверенный Интернет Но ведь Он Наш Суверенный Интернет Рунет Погинет Ведь без связи С глобальной Мировой Сетью Но никого Это не волнует Медведев Однако признал Что для блокировки Интернета В России Хоть все готово Но готово Не все Тут понимай его Как хочешь Да С такой формулировочкой Он и выразился Чтобы Наладить Отдельный Суверенный Рунет Нужно Время Признал Медведев То есть Россияне Вообще Могу Остаться Без интернета Пока Будут Налаживать И опускать Новый Цифровой Железный Занавес Вот Сидел Сидел Медведев В бункере С Путиным И вдруг Выступил И брякнул Такое Что Мама Дорогая Если В западных Странах Люди Сами Люди Сами Сносят Вышки С интернетом Опасаясь Что Они Губят Природу То В России Все наоборот Простые люди За интернет Им надоел Подконтрольный Властям Телевизор А власти Как раз Против Этого Интернета И главное Если отключат Интернет Воровать Путинской Шайки Лики Будет Намного Проще Конечно же Медведев В этом плане Полный Лжец И Нецемир Если Раньше Когда он Был Президентом Выступал За Модернизацию И Инновацию России То Теперь Он Выступает За блокировку Враждебных Социальных Сетей Регресс Политика Налицо Надо Самому Медведю Первому Отключить Интернет И Включить Мозги Наконец Таки Отобрав Айфон Цифровой Железный Занавес Будет Виден У России Уже С февраля Этого Года Дал Нам Всем Понять Анатольевич Этот Айфончик Путинской Модели Нулевых И Десятых Годов Молодежь Мне вас Жалко Их Медведев С такими Инновациями Как Блокировка Интернета Отбросит Вас В Шестидесятые Года Двадцатого Века Так что Интернета Нет И не Будет Держитесь Там У себя В Крыму Всего Хорошего Заявил Дмитрий На Анатольевич Вот Казалось Бы Здравое Предложение Поддержать Нуждающихся Россиян Продуктами Атминпромтурга Эту Идею Воспринимают В штыки Это Конечно Не карточная Система Как в США Но Хоть что-то Атминпромтурга Но все равно Люди Недовольны Давайте Разбираться Почему Итак Минпромтург Выступил С идеей Перечислять Дополнительные Дотации На карточку Для Малоимущих Россиян С тем Чтобы они Покупали Продукты Питания И Не ходили В проголодь По улицам Однако Есть Если детально Разбирать Данное Предложение То Получается Что при такой Системе Малоимущие Граждане Могут Покупать Только наши Отечественные Продукты Которые Весьма Сомнительного Качества Не все Разумеется Но есть И таким образом У малоимущих Формулируется Зависимость От государства А наше государство В любом Время Можешь сказать Ну хочешь дальше Получать деньги На еду Иди Бей Не вольнят Или еще Кого Нибудь В таком духе Сейчас Многие подумают Ой да ладно И хрен с ними Главное Чтоб бабло Поступало От государства Но есть Еще один Нюанс Такую помощь Как деньги На еду Предлагается Распространять Не для всех Малоимущих А только Для некоторых Это и называется Адресная помощь Вообще Да Чувствуется Вся мощь Российской Экономики Я ведь Напоминаю Да Еще раз Доллар За 76 рублей Евро За 90 Что Приходится Обсуждать Такую меру Как Деньги На еду Для граждан От правительства Тем не менее Пусть кривовато Но это решение Можно только поддерживать Я поддерживаю Это Предложение Минпромторга Оно кривовато Но очень Здравое Но в Кабинете Министров У премьер-министра Мишусина У этого Слов пропагандистов Высокотехнологического Человека Простое решение Когда деньги Гражданам На еду Даже и вовсе Не обсуждалось От слова Совсем А Минпромторг Лишь выступил С предложением Которое застряло В ряде Других Предложений От других Ведомств Но ведь Кушать-то Хочется Всегда И особенно Малоимущим И особенно Сейчас А правительство Все да и Откладывает Заботу О них Для Правительства Конечно Важнее Таких Достоин Дом Путина В Геленджике И Которая Сейчас она Называется Гостиница Ротенберга Чем Обеспечивать Продуктами Малоимущих Слоев Населения А эти Малоимущие Тоже с характером Вот что Пишут Они Они Недовольны Этим Предложением Минпромторга Они Заявляют Что Деньги На еду От правительства Это Унижение Составных Государств Подачками Вместо Нормальной Зарплаты Пенсии Выделяют Деньги На еду Вместо Экскурсий По музеям И выставкам Экскурсия В магазин Ну Спасибо Правительству Вот как мы 20 лет Правления Путинского Режима Встаем Скорее Что нам Теперь Нужны Деньги На еду От правительства Вообще Даже Малоимущим Гражданам Нужны Дворцы Такие Дворцы Как В Геленджике Хотя Им То На 17 Тысяч Рублей Не Прожить Что Хотят Еще Раз Конкретно Люди От Правительства Не Карточки Не Деньги На еду А Чтоб Налоги Сразу Перечислялись Пенсионерам А не Шли Через Пенсионный Фонд И через Другие Фонды И Министерства Где Их Банально Разворовывают И Конечно Люди Хотят Снижение Зарплат Депутатам И Министрам Которые Сидят Обузой На шее Как раз У малоимущих Граждан Которые Нуждаются В еде Таковы Такова Реальность Российского Государства Я Это Предложение Я считаю Что Оно Здраво И Я Такое Предложение Поддерживаю Но Люди Недовольны Вы Сами Все Это Слышали А Прочитать Без меня Вы можете Это на сайте Известий И на сайте О комментарии По поводу Этих карточек На сайте Ура.ру Идем Дальше Ну Мы не можем Без Навального Да Без Навального Жить В современной России Никак Нельзя Навальный Навальный Везде Один Навальный А Путина Нет И вот Навального Посадили Все таки В колонию Общего Режима Увы Наше Общество Не Отстояло Борца С коррупцией Ну Ничего Она Получила Дубинки По башке От ОМОНа А сейчас Получит Новые Санкции Прямо На стол Вместо Хлеба Теперь Понятно Почему Были Такие Жесткие Задержания Где Людей Били Дубинками И фигачили В бок Электрошокерами Засовывая Журналистов В автозак Видно После Возвращения Навального Было Понято Решение Его А его сторонников Не просто Разогнать А сделать Это максимально Жестко И показательно Но Есть Лучик Надежды В деле Навального Это тот Что его Посадили Всего-то На два Года А насколько Я понимаю Он сможет Выйти К президентским Выборам Если они Таки Состоятся В 2024 Года На Астане Всем Конечно Если ему Конечно Не накинут Новый Срок Или Не убьют В тюрьме Какой-нибудь Заточкой Имитируя Бунт В колонии Если Всего Этого Не будет Навальный Даст Посраться Путину В 2024 Году И плевает Что он Осуженный И не имеет Права Баллотироваться В президенты Кого Когда Это Останавливало Здесь Нет Ничего Нового Для Властей Навальный Это Новый Ходорковский Для них Но Если Ходорковского Показательно Посадили Чтобы Давить На Бизнесменов То Навального Посадили Чтобы Давить На Политиков Дабы Те Не Решились Помогать Любому Другому Кандидату На Поступ Президента Российской Любому Другому Кандидату Президента Кроме Владимира Путина Но Есть Все Таки Одно Отличие Если Раньше Прессе Позволялось Работать Даже В здании Суда Как Было С Ходорковским То Теперь Независимых Журналистов Запихивают В автозак Прямо Около Здания Суда Увозят Другой КС Города Подальше Отсюда И Потом Отпускают То Есть Препятствуют Деятельности Мы Хорошо Видим Как Омоновец Бил Журналист Куда Ожде Которая Выполняла Свою Работу И Вот Здесь Может Быть Как раз Таки Но Точка Напряжения И Борьбы На Сей Раз Напрямую За Свободу Слова Так В Генеральную Прокуратуру С требованием Прекратить Задержание Журналистов Выполняющих Свою Работу На Митингах И Шествии И Не Препятствовать Их Работе То Есть Действительно Навальный Неважно Сидит он Или Нет Может Стать Детонатором Новой Гражданской Войны Внутри России Войны Власти И Журалистов Настоящих Журналистов А не Этих Пропагандистов СНТВ Навальнято Конечно Кричат Позор Судье Обратите Внимание Я вообще Ждал Десяточку Навальному То есть Приговор С натяжкой С очень Большой Натяжкой Смотря Что будет С Навальным В колонии Можно Считать Мягким О чем Это Говорит В верхах Тоже Есть Сопротивление Путинскому Режиму Ну Такое Скрытое Понятно Что Судья Не могла Дать Оправдательный Приговор И Поэтому Дала ему Два Года Что Это Вместо А могла Дать И 5 И 10 Что Это Димаш Внутри Системы Пока Нет Ответа На этот Вопрос Но Хочется Верить Что Да Аналитики Такие Как я Отмечают Что Вот Теперь После Посадки Навального Его Сторонники Разойдутся Или Же Их Разгонят Нет Не Разойдутся Навальный Расшебуршил Осинное Гнездо Коррупции В верхах И Последствия Будут Самыми Непредсказуемыми От Революции До Репрессий От Бунта До Гражданской Войны В деле Навального Совершенно Ясно Одно Народ Разлюбил Путина И готов Пойти За Любым Лидером Который Объявит Что он Против Путина И против Власти Жуликов И воров Его Друзей Коррупционеров Навальный Сел Но его Идею Борьбы С Коррупцией Не Посадить Никак Так что Берем Ментовочки И Идем В здание Правительства Другого Выхода У нас С вами Нет И Быть Не Может В Государстве Прогнившем От Коррупции Да На этом Усё Пока Пока Продолжение следует